Очередной убийца Genshin Impact. Только большая проблема заключается в том, что на этот раз убийца по-настоящему страшен. Бадам-бадам-бадам! Опа! Большой всем тюлени привет! С вами на связи Аркадий и Толкенвейд. Сегодня я хотел бы с вами поговорить об одной достаточно интересной игре, которая называется Wowering Waves. Да, такое вот странное название. Можно я её буду называть ВВ? Либо же WW. В общем, вы помните, Waves. Будем её называть так. Это игра от разработчиков Punishing Gray Raven. Для тех, кто следит за разнообразными ханкай-подобными играми, они про неё знают. Это такой вот слэшер в закрытых помещениях, достаточно стильненький. Вышел он и на глобальном рынке, и был достаточно популярен. Вот сейчас, к примеру, в глобальной версии идёт коллаборация с Ньером. Ньер Аутомата, как вы помните, достаточно прикольная игра. И сейчас персонажа из Ньера можно забрать себе в Punishing. То есть это, да, достаточно неплохая игра, и которая выглядит достаточно неплохо, что самое интересное. То есть, как мы понимаем, разработчики могут черпать идеи из работ Хойверсов, и как-то переобразовывать их и использовать в своих работах. Большое отличие всё-таки ханкае и Punishing'а, то, что в Punishing'е такой более депрессивненький мир, более жёсткие анимации. Ну, то есть, не миленько-николайненько, а именно всё больше такое по негативчикам, да? Окей. И что же теперь они выпускают? Они выпустили уже на закрытый бета-тест в Китае копию Геншина Импакта, только выполненную в своей стилистике. А, но тут вы, конечно же, скажете, Аркадий, так у нас есть же Tower of Fantasy, который тоже, типа, в будущем, тоже, типа, такой гнетущий, тоже такой с Open World'ом, но сразу скажу, нет. Если посмотреть на Tower of Fantasy, то он вообще не смотрится конкурентом. Дешёвые анимации, механики, именно ММОшные, а не Геншиновские. И поэтому Tower of Fantasy больше всё-таки является ММОшкой, чем РПГ, как это сделано в Геншине. Давайте посмотрим уже непосредственно на некоторые кадры из ЗБТ, потому что, ну, там действительно есть на что посмотреть. А давайте просто сначала обратим внимание на саму графику. Графика выглядит достаточно сочно. Как я и сказал в самом начале, это не то радужное соцветие, которое есть у нас в Геншине, где у нас там средневековье, яркие краски, яркие персонажи. Нет. Это, условно говоря, как я понимаю, либо какой-то постапокалипсис, либо что-то подобное. Всё разрушено. Ходят разные персонажи и преобладает серый цвет. Да, понимаю то, что не все фанаты именно такой палитры цветов, но выглядит всё достаточно в едином стиле. Что самое главное. Что у нас по геймплею? По геймплею один в один Геншин Импакт. Мы имеем большой открытый мир, в котором мы путешествуем, сражаемся с противниками, используем своих персонажей, бегаем по стенам. Самое, что интересно, бегаем по стенам. То есть в тот момент, если мы на спринте забегаем на стену, мы можем на ней продолжить бежать. Да, мы будем тратить на эту стамину нашу любимую. Без неё никуда, конечно же, ничего не одевается. Но именно бег, а не медленное крапканье. Плюс один за скорость перемещения по непосредственному миру. В отряде у нас находятся три персонажа, в отличие от Геншина Импакта, а не четыре. По оружиям. По оружиям пока что имеется абсолютно то же самое оружие, что и в Геншине, но кроме копья. Я подозреваю то, что оружие будет добавляться постепенно. То есть у нас есть короткий меч, длинный меч, у нас есть пистолеты, взамен от лука, у нас есть катализатор. Ну или книжка какая-то, которая используется. Всё поняли? Замечательно. О способностях. Как обычно, у персонажа имеются две способности. Одна Ешка, которая используется по КД. Ультимейт, который точно так же надо настакивать, собирая энергию. И есть ещё один скилл, зависящий от, скажем так, демона, призывного существа, который будет прикреплён к этому персонажу. Во время путешествия вы будете собирать такие проекции, которые будут всасываться в вас. Эти проекции будут давать дополнительные способности вашим персонажам. Их можно будет прожимать по КД. И также будут давать дополнительные характеристики. Круто! Весело! Молодёжно! То есть у нас будет ещё что пособирать. Ну и само собой, можно использовать планеры, можно использовать ускорявы какие-то. Всё это более-менее стандартно. Что имеется по прокачке персонажа? По прокачке персонажа, в принципе, один в один геншин импакт. У нас имеется шесть артефактов, либо же пять. Я пока то, что точно не понял. У нас имеется пушка, которую нужно прокачивать. У нас имеются консты, у нас имеются таланты. Всё, как обычно, всё прокачивается. Почему мне особо сильно попало в душу это вообще всё происходящее? Босс-файты. Тут действительно можно посмотреть на босс-файты и выглядят они интересно. Конечно, можно сказать, что это пока самое начало игры, поэтому босс-файты здесь выглядят более-менее интересно. Так же, как и в геншин, да? Вспомните сражение с Дваленом, которое происходило один раз в игру на этом планере, да? И всё, забыли мы про него, больше никогда про них не встречаемся. Боссы с Райден, которые потом повторяются репетативно. Ну да, файты выглядят красиво и действительно очень круто. Сами анимации боёвок тоже выглядят очень интересно. Вот просто посмотрите, как происходит сражение. Да, пока что видно то, что противники не ведут себя агрессивно. Да, они там периодически ходят, пытаются пнуть персонажей, но не особо активно. Это всё пока что за БТ, я понимаю. Но сам файт выглядит очень знатно. Особенно, если присмотреться на тех, кто использует каталисты, я не знаю, как они здесь называться будут. Суть в том, что действительно магические атаки выглядят очень-очень сочно. Над анимациями разработчики постарались. За этим респект. А если посмотреть на катсцены, которые происходят тут периодически, то они тоже выглядят очень сочно. Поэтому в очередной раз говоря, если сравнивать ВВ с ТОФом, то ВВ выигрывает на несколько голов выше. Оно слишком круто выглядит. Оно видно то, что разработчики не пытаются сэкономить, как это было в ТОФе. И за этим, конечно же, респект. Что хочется сказать. Я очень жду, что все-таки, так как Punishing тоже выходил на консолях, точнее, не на консолях, на телефонах изначально, на ПК, по-моему, клиента у них нет, и люди играют через эмуляторы, да, все весело, прикольно. Я все-таки надеюсь, что разработчики пойдут по пути геншин импакта и выпустят сразу на максимальное количество доступных устройств. на ПК, само собой, игра уже есть, потому что, ну, все тесты проходят на ПК, но я говорю то, что если не будет мобильных игроков, то количество аудитории будет гораздо меньше. Ну и, само собой, я очень сильно надеюсь то, что разработчики не пойдут по пути ТОФа, то есть сначала выпускают на Китае, потом делают глобальную версию. Все-таки лучше, наверное, делать сразу везде и всюду, чтобы можно было больше аудиторию иметь, потому что, ну, мне лично говоря не нравится, когда сначала типа на Китае ты смотришь, играешь, потом приходишь на глобалку, то же самое играешь, ну, вот просто не нравится это. Я хочу, чтобы все было одновременно, чтобы все было красиво. Не хочу, когда китайцы играют вперед меня, я хочу тоже вместе с ними играть. Подводя итог, лично мне игра достаточно сильно понравилась. Если это будет тот же самый Genshin Impact, но типа X2 в другом мире, то почему бы не поиграть? На Genshin Impact мы тратим условно говоря 10-15 минут в день, пройдя дейлик и все. Если на также на VV мы будем тратить 10-15 минут, то почему бы нет? Действительно, игра выглядит сочно и интересно. Если вам будет интересно за нею следить, то само собой ссылочки я вам оставлю в описании, возможно, кто-то сможет найти как-то больше информации, чем я нашел, потому что я пытаюсь сконнектиться с разработчиками, они вроде бы достаточно общительные, но должны быть. И с ними типа можно работать вместе, потому что ну действительно проект выглядит интересным, который определенно окупит ваше время и можно будет пережидать там времена затиши по контенту в Genshin Impact. Помните то, что хорошие конкуренты всегда помогают играм поднять планку, потому что сейчас достойных конкурентов Genshin не существует. Его должен все-таки через два года выйти тот, кто будет хоть как-то сопротивляться Genshin Impact. Напишите в комментариях, как вам вообще эта игра, понравилась, не понравилась, будете ли вы ее тестировать или не будете, хотите вы ее на глобалке, не хотите, пишите, давайте пообсуждаем этот момент, мне будет очень-очень сильно интересно с вами это обсудить. А на сегодня это все, большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok